Смотрите, всю эту неделю я выхожу, и все деревья у нас не в снегу, а в инии. Конечно, для жителей России это не в диковинку, но для жителей моих подписчиков, которые живут в Узбекистане и в Казахстане, в тёплых странах, это, наверное, не очень привычно, потому что я помню, когда мы первый год приехали в Россию, тоже мы приехали зимой, в декабре, и самое большое впечатление от зимы на меня произвели именно вот такой вот большой иний, такие большие иголки иния, и насколько это красиво и завораживающе смотрится, особенно днём, когда в солнечных лучах всё блестит и приливается, как в бриллиантах. Вот такое утро у нас, можно сказать, сказочное. Здесь у нас, смотрите, висят такие кусочки сала, ну, тоже для россиян это понятно зачем, а для жителей других стран объясняю, что это для синичек. Синички очень любят сало и семечки, там вот у них кормушка, вот, а здесь сало, и сало ещё любит дятел. Недавно здесь прилетал дятел и ел сало, и вот по дереву тоже скакал. Заснять его я не смогла, потому что он очень шустрый, дятел шустрый птицей, и, в общем, даже смысла не было идти за камерой, потому что пока сходишь, его уже не будет. Вот такая вот зимняя сказка вам для хорошего настроения. А я поехала на работу. Добрый день. Сегодня сейчас в обед отпросилась с работы на непродолжительное время, чтобы съездить заплатить банк за обучение своей дочке. Я плачу каждые полгода. Можно, конечно, платить и раз в год, в принципе, у меня есть как бы финансы для того, чтобы заплатить сразу за год. Но считаю, что лучше всего тот платёж, который отсроченный платёж. Я знаю, некоторые люди говорят, ой, я вот заплачу, и я живу спокойно. Ну, я, в принципе, тоже живу спокойно. Деньги лежат на счету, пусть лучше они у меня лежат, чем у института. Я так считаю. Вот. Сейчас прогреваю машину и еду. Почему я плачу за институт именно в Прио-банке, а, например, не в Сбере, где у меня, в общем-то, и карта, и все, скажем так, все мои финансовые дела в Сбере. Прио у меня даже, по-моему, карты... Ну, сейчас нет, была карта, сейчас уже нет её. Почему? Потому что, вот, смотрите, 40 тысяч, ну, 4500, например, за семестр стоит обучение, и они берут всего за эту сумму, комиссию, 50 рублей. Сбербанк берет почти тысячу. Ну, там 800 с чем-то. Разница очевидна. Иногда я слышала, ну, были такие комментарии, когда я снимала видео о совместных покупках, что вот люди там экономят, там ля-ля-ля-ля-та-па-ля, типа фикс-прайсы там покупают, нищеброды, ля-ля-ля. Я вам скажу так. Так, состояние нищеброд – это состояние души. Люди, которые имеют даже большие деньги, они всегда деньги считают. Они никогда просто так деньги не выкидывают на ветер. Именно нищеброды, боясь показаться в глазах других нищебродами, начинают вот эти, знаете, гусарские... А, что я буду экономить? А? Что это такое деньги? Люди состоятельные всегда очень уважительно относятся к деньгам и всегда рационально их используют. И если есть возможность сэкономить, всегда экономят. И раз уж я приехала в город, то помимо самой главной цели, нужно сделать еще максимум попутных дел. Первое. Я купила лопату для снега, потому что все лопаты у нас куда-то делись, разломались. В общем, я купила пластиковую лопату для снега. И еще я сейчас планирую заехать в Эликс и купить себе фен. Потому что мой фен уже совсем просто никуда не годится. Старый фен тоже постоянно там что-то загорается. В общем, я боюсь, что он в любой момент перегорит, и дым из него пойдет. И вообще плохо очень сушит он волосы. Фен мне просто жизненно необходим. Поэтому сейчас попробую заехать и купить. Вышла я из Эликса. Фен я не купила. В общем, что-то я постояла, посмотрела, и решила, что не буду я все-таки покупать. И вот так вот в торопях набегу. Все-таки надо более сознательно к этой покупке подойти. Я дома попробую посмотреть все-таки сайт и сравнить. Динес, Эликс, цены, бренды. Потому что те бренды, которые мне сейчас понравились здесь, немножечко выбиваются из той цены, которую я хотела бы заплатить за фен. Хочу посмотреть, может быть, где-то акции, может быть, что. И как-то более обдуманно подойти. Не буду сейчас прям быстро покупать. Если что, закажу в интернете и приеду просто за этим феном отдельно. Так что вот так. Поеду на работу. Все, приехала я с работы. Ну, заезжала, правда, в магазин. Время, наверное, около пяти. И смотрите, как темно. То есть уезжаешь зимой темно и приезжаешь темно. Вот такая у нас русская зима. На этом до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова